Сегодня мы поговорим, как на даче или в каких-то других условиях заменить свой любимый флакончик шампуня и бальзама на народное средство. Нам повезло, наступил наш любимый сезон лета, когда появились ягоды, овощи, фрукты, и мы можем скомпоновать все их полезные свойства, использовать это для красоты и шелковистости наших волос. В отличие от профессиональных линий, в которых все компоненты собраны гармонично, это витамины Е, это масла шеи, это какие-то протеины шелка, мы также можем подобрать ингредиенты, которые есть у нас под рукой и восстановить мгновенно свои волосы. Об этом сегодня наша передача. Мы видим, что наша модель брюнетка, у нее очень длинные волосы. Волосы у девушки ухоженные, но так как мы видим похожие ее лица, что она недавно приехала с отпуска, она долгое время была на море, на солнце, поэтому волосы, естественно, требуют увлажнения, шелка и усиления блеска. Сегодня это мы попробуем произвести с помощью народных средств. Для того, чтобы подойти к обработке волос, нам необходимы следующие ингредиенты. Чтобы произвести пилинг кожи головы и активизировать работу волосяных луковиц, мы будем использовать спитой кофе. Я думаю, что сейчас и на дачах, и на работах люди очень активно пользуются кофейными зернами, которые мы в дальнейшем можем использовать как в скрабе для тела, так же в скрабе для кожи головы. Соответственно, у нас будет свой рецепт. Мы используем столовую ложку шампуня, которым вы пользуетесь, и столовую ложку спитого кофе. Это все смешивается, наносится на кожу головы. Массирующими движениями мы добиваемся мягкого очищения кожи и также мягкого массирующего действия на волосяные фолликулы. Чем самым мы освобождаем кожу головы от старой роговершей кожи и активизируем возможность более интенсивного впитывания всех питательных веществ, которым в дальнейшем мы будем питать кожу головы и волосы. Рекомендуем использование данного пилинга после процедуры окрашивания волос, примерно на третий день. Таким образом вы освободитесь от кожи, которая окрашена после процедуры. Теперь мы приступаем к непосредственному приготовлению маски. Для брюнеток я рекомендую использовать четвертую часть лимона, половину грибфрута и апельсин. Эти цитрусовые помогут своей кислотой активировать слой волос, усилить блеск и укрепить темный красивый цвет клиента. Для блатинок больше подходит клубника, черника, виноград вместе с косточками. Для того, чтобы было больше увлажнения и было масло присутствовало в нашем рецепте, мы прибавляем туда авокадо. Так как наша клиентка, она брюнетка, мы используем в большей части цитрусовые, которые нам необходимо обработать в блендере. Мы перекладываем нашу фруктово-ягодную смесь. И также по проборам нужно наносить на волосы, кожу головы. Мы покрываем нашу ягодную фруктовую смесь, всю поверхность волос. Очень интенсивно. И оставляем на волосах на 5-10 минут. У нас прошло 10 минут. И мы спокойно смываем нашу фруктовую смесь волос. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше сушим волосы натуральным способом. Наша процедура сушки волос закончена. И мы готовы оценить результат нашей работы. Это блестящие шелковистые волосы, которые напитаны нашим фруктовым коктейлем, которые обработаны фруктовыми кислотами. Клиент им довольна. Она может эту процедуру прекрасно повторить. Сегодня мы убедились в силе природы. Но и не будем забывать, что тысячи лет в лаборатории профессиональных фирм трудятся над составлением формы шелковых блестящих волос. Я за профессионалов рекомендую.